Доброе, это моя закваска Левета Мадре после холодного вызревания. Никак эта строптивая девушка не хочет подстроиться под мое расписание. Все-таки мне приходится под ее. Но я уверена, мы договоримся. Сейчас буду мерить pH. Так, замер. Ну что ж такое. Ну чуть-чуть у нас с ней не получается. Чуть-чуть. Мне надо, конечно, чтобы она чуть пораньше. Как же хорошо, что у меня много знакомых, которые в отличие от меня занимаются профессионально изготовлением бунеттоны. Они на моем видео заметили, что у меня неправильно откалиброван pH метр. Тут же мне об этом сообщили. А я уже такая переоделась спортом заниматься. Они говорят, Наталья, срочно, срочно. Я вот его откалибровала. У меня нужный показатель. В итоге я свою закваску уже кормлю. И, соответственно, у меня получилось ввести ее в нужный график. У меня с ошибками, конечно, но получилось. Первое кормление сделала. Отправляю ее на теплое вызревание. Будет еще второе кормление. Да, вы не поверите. Эта закваска ест побольше, чем я. Вот у меня специальный расстоечный шкаф. Дорогущий, который мне муж подарил. Я туда отправляю заквасочку. Давай, отдыхай. Девчонки, еще знаете, что хочу сказать? Что я не самый спортивный человек. С меня не стоит брать пример. Я очень сложно втягиваюсь в режим. Нахожу себе какие-то занятия интересные. Могу быстро все это бросить. Но я хочу с вами поделиться своей маленькой победой. Делаю это уже почти две недели. Стою просто дома в планке. Начала понемножку. Потом чуть-чуть добавляю. Статичная. С локтей поднимаюсь. И это, конечно, не те результаты, которыми хвастаются. Но как будто бы даже начал пресс появляться. Видите, маленькими шажочками, но вроде как вперед двигаюсь. Жду теплую погоду. Обязательно займусь плаванием. И физически это хорошо. И для здоровья мне очень рекомендуют. Просто мне надо, чтобы было более теплое. Чтобы я из клуба могла с мокрой головой уезжать спокойно. Вот. Но еще меня спасает, конечно же, автозагар. Потому что когда ты белая сметана, все какие-то изъяны на теле видно сильнее. А я вот уже не первый год нашла классный для себя. Видите, такой вот он легкий загарит. В общем, если интересно, я вам подробнее про него расскажу. Ну, а так, всем спорт! Так. Ну, посмотрим на закваску. После теплого обозревания. Видите, как увеличилось. Пойду измерять pH. Вот такое вот классное тесто получилось. Будут батоны. На остатках закваски левита мадры. Все. Сейчас я отправляю тесто на брожение. Уже готовы к выпечке. Сейчас я желток и молоко. Этим я их смажу. Теперь сделаем надрезы. Ну, так уже больше похоже на бутон, да? Ай-яй-яй. Ну, что ж, отправляем выпекать. Отправляли выпекаться. Не, ну, это прям батонища. Ничего симпатичный этот такой. Чуть корявенький. Ну, ладно, если перевернуть. Ну, везде корявенький. Сидим. Так, ну вот. Долгожданный разрез батона. В ночи кто-то отрезал горбушку. Но я понимаю, мне тоже хотелось. Какой сейчас будет у нас вкусный завтрак. Я долго тренировалась. И она мне не попадет. Давай попробуем. На раз, два, три. На раз, два.